Новости на Дону. Категория 12+. В Волгодонском районе Ростовской области введен карантин по АЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства области. В частности, неподалеку от хутора Холодного на прошлой неделе были обнаружены трупы свиней, зараженных АЧС. В настоящее время на территории Волгодонского района специалистами проводится ликвидация инфицированных объектов и предотвращение распространения возбудителя АЧС. На период карантина запрещается перемещение и перегруппировка животных, их убой, а также продажа и заготовка кормов. Фракцию «Единой России» в законодательном собрании нового шестого созыва возглавит гендиректор компании «Газпромежрегион ГАЗ Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. Он избран в среду большинством голосов на организационном собрании депутатов от «Единой России», получив 39 голосов своих однопартийцев. Также предложенный на эту должность Александр Михалев получил всего три голоса единороссов. Виктор Шумеев, который возглавлял фракцию предыдущего созыва, в Думу шестого созыва не прошел. Также работать в новом парламенте не будет Евгений Шепелев, который возглавлял комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. Владимир Ревенко сообщил, что у него есть планы работать в этом комитете. Задачи те же, которые стояли перед депутатами пятого созыва, достойно представлять интересы избирателей. Я бы хотел принять участие в комитете, участвующем в структуре ЖКХ и по промышленности. Решение об избрании руководителя фракции предстоит утвердить региональному полицовету партии, который соберется сегодня, 13 сентября. Для уменьшения количества пробок в Ростове временно изменили схему движения транспорта. Так, с сегодняшнего дня на проспекте Нагибина на участке от Ленина до Гагарина отменили выделенную полосу для общественного транспорта. А по Текучево от Соколова до Чехова движение стало двусторонним. Кроме того, для увеличения пропускной способности городских дорог с 13 сентября односторонней стала часть улицы Фрунзе. Напомню, ремонт моста на Нансена привел к транспортному коллапсу. Движение по нему перекрыли несколько дней назад, но ростовчане, простаивая в пробках часами и опаздывая на работу, уже теряют терпение. Открыть для движения мост обещают к 15 декабря. Новый индустриальный парк построят в Оксайском районе неподалеку от аэропорта Платов, сообщает информагентство Дон24.ру. Инвестором выступит крупный девелопер, который построил уже 26 таких объектов в различных регионах страны. В Оксайском районе планируется возвести сооружения различного назначения, которые могут быть использованы под склад, распределительный центр или производство. Разработка всех объектов будет производиться с учетом потребностей заказчика. Резидентами парка могут стать логистические и дистрибьюторские компании, ритейлеры или производственные предприятия. Аналогичные инфраструктурные объекты действуют и в других районах Ростовской области. Это были новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Инна Билан. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Таганруге днем до плюс 29 градусов. Переменная облачность и без осадков. В Сальске и Целине плюс 30. В Белой Калитве, Красном Сулине и Волгодонске плюс 28. В Миллерово и Тарасовском плюс 27 градусов. Также переменная облачность и без осадков. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин